Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире, ведущая в студии Ирина Чекунова. Тревожную статистику сегодня я хочу вам рассказать о тревожной статистике. За 9 месяцев 2020 года в Тверском регионе произошло почти 250 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. 32 человека в этих ДТП погибли, 223 получили травмы. Как людям обезопасить себя, особенно в темное время суток? Какова ответственность пеших участников дорожного движения за нарушение правил? И что делает госавтоинспекция, чтобы профилактировать наезды? Об этом и многом другом поговорим сегодня на радио Монте-Карло. Мой собеседник сегодня Антон Афанасьевич Егорьев, начальник отдела ДПС управления ГИБДД ОМВД России под Тверской области, подполковник полиции. Антон Афанасьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Итак, мы услышали довольно-таки серьезные цифры. Да, но, насколько мне известно, это с начала года за 9 месяцев. Но в последнее время таких дорожно-транспортных происшествий стало еще больше. К сожалению, увеличивается количество наездов на пешеходов, именно как вид ДТП. Как вы уже сказали, за 9 месяцев у нас погибло 32 человека. В настоящее время у нас погибших уже 34 пешехода. И, соответственно, пострадавших у нас 232 человека. Это вот уже практически на 10, почти на 10 пострадавших больше, и еще на 2 человека погибших больше. Это фактически за месяц, да, то, что у нас прибавила статистика. Какова доля аварий с участием пешеходов в общей картине аварийности? Ну, если смотреть в общей картине аварийности, хотелось бы отметить о том, что само количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами пешеходов, в этом году у нас удалось сократить по сравнению с прошлым годом. У нас, как уже сказали, произошло 248 ДТП, а всего у нас по области ДТП, где погибли и ранены, 1373. Но в то же время хотелось бы отметить, что в этом году у нас отмечается большая тяжесть последствий. По состоянию на вчерашний день у нас погибло 34 пешехода. Это плюс 4 погибших по сравнению с прошлым годом. Несмотря на то, что, как я уже сказал, у нас снижается общее количество наездов. По сравнению с прошлым годом на 81 ДТП меньше. Тяжесть наездов с чем это связана? Тяжесть наездов связана в первую очередь в темное время суток по вине пешеходов. Вот разделяя те виды, подвиды, можно сказать, ДТП с участием пешеходов, это на пешеходных переходах, по вине пешеходов и по вине водителей. Можно отметить то, что у нас отмечается именно рост аварийности, как и количество ДТП также погибших и пострадавших. Это именно по вине самих пешеходов. То есть это вне зоны пешеходных переходов, никак не обозначены в темное время суток, да? Каким-то образом неожиданно появляются перед идущим автомобилем? Совершенно верно. В темных условиях, недостаточном освещении для водителя транспортного средства появление пешехода в неожиданном месте, естественно, является неожиданным, и в связи с этим происходит дороже транспортное происшествие. Антон Афанасьевич, насколько мне известно, сейчас многие пешеходные переходы, они обозначаются, да? Они высвечиваются на дороге, предупреждают заранее водителя, чтобы он был готов, чтобы сбавил скорость, чтобы остановился, в конце концов. Это мы говорим, если нерегулируемый пешеходный переход, там, где не стоит светофор. Совершенно верно. В этом году очень большое количество пешеходных переходов приведено в нормативное состояние, использованы дополнительные знаки и светофорное регулирование, это Т7, так называемые, желтые, мигающие, видели, да? Которые привлекают именно внимание водителей и говорят о том, что впереди нерегулируемый пешеходный переход, необходимо соответствовать требованиям правил дорожного движения принять все меры предосторожности при его проезде. Но, тем не менее, есть люди, которые сами игнорируют эти знаки, да? Хотя уже пешеходные переходы, тем более в черте города, они рядом друг с другом, да? Это, ну, нужно немножечко пройти и перейти там, где положено. Но некоторые люди предпочитают, вот где они идут, там и переходят дорогу. Совершенно верно. Именно нарушение правил дорожного движения, не пренебрежение правилами, а приводит вот к таким печальным последствиям. А ведется какая-либо статистика госавтоинспекции, как часто на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах совершаются наезды? Ведь иной раз и автомобили проезжают на красный свет, и пешеход, несмотря на то, что стоит светофор, идет на красный. Да, статистика, конечно, ведется, анализируется, принимаются необходимые меры по сокращению данного вида количества ДТП. Хочется отметить, опять же, что в этом году нам удалось значительно сократить количество наездов на пешеходах на регулируемых пешеходных переходах. Там, где светофоры. Там, где светофор. Также хотелось отметить то, что, наверное, многие заметили, что ряда светофоров приводится в нормативное состояние, и для пешеходов выделяется отдельная фаза, что исключает возможности при повороте направо-налево совершить наезд на пешеходов. Эта фаза, когда вот сейчас люди переходят на крупных перекрестках, могут даже поперек перекрестка, переходить во всех направлениях, для пешеходов горит зеленый свет. Да, это сделано в первую очередь в безопасности пешеходов, чтобы исключить, как я уже сказал, вот эти все моменты, связанные с поворотом налево-направо и ограничением обзорности. Такие светофоры, такие перекрестки у нас больше будет их в Твери? Они будут увеличиваться? Да, однозначно. Как показала практика, мы добились значительного, как я уже говорил, снижения количества наездов на пешеходах на регулированных пешеходных переходах. Анализируем каждый пешеходный переход, каждое ДТП с участием пешехода. И, конечно, вот эти меры будут приниматься, чтобы разделить транспортные и пешеходные потоки. Перед некоторыми нерегулируемыми переходами даже устанавливают лежачие полицейские, вот я заметила, да, чтобы автомобиль снижал свою скорость. Каким-то образом готовят водителя к тому, чтобы он был осторожен. Да, совершенно верно. Именно совмещение искусственных неровностей с пешеходным переходом, а также укладка неровностей перед пешеходным переходом, и это значительно снижает тяжесть последствий, даже в тех случаях, когда совершаются наезды. Вот мы сейчас говорим о наездах на пешеходных переходах, будь то, где есть светофор, где нет светофора. Но вот недавно в Твери произошел вопиющий случай, когда был совершен наезд на ребенка, на 10-летнюю девочку. Не то, что на пешеходном переходе, дети гурьбой классом шли по тротуару. И пьяный водитель, который выехал на тротуар, даже он там шиб какой-то металлический столбик, хотя он оказался на его движении, и девочка была доставлена в больницу. Пусть это не тяжелый травм, но ребенок травмирован. Часто ли приходится сталкиваться в этой ситуации с нетрезвыми водителями? Ну, бывает, и нетрезвые пешеходы? Совершенно верно. Как большую угрозу несут себе водители в состоянии опьянения, управляя источником повышенной опасности автомобилем, в итоге происходит наезды на пешеходов, так и пешеходы, не отдавая себе отчет, находясь в состоянии опьянения, находятся на правильной части, даже зачастую без цели ее перехода, и, соответственно, не контролируют ту обстановку, которая происходит. Без цели перехода, я знаю, что были случаи, когда люди просто в пьяном состоянии, или переползали дорогу, или засыпали на этой дороге, или просто садились где-то на обочине и были сбиты. Да, такие факты есть, особенно это отмечается вне населенных пунктов. Опять же, скажу, что когда водитель не ожидает о том, что, может быть, пешеход даже лежать на проезжей части, естественно, приводит к самым печальным последствиям. Алкоголь, он является отягощающим, скажем так, фактором при несении ответственности. Какую ответственность несут вообще пешеходы, которые появились в таком виде на дороге, если они остались живы после наезда автомобиля? Конечно, есть ответственность пешехода за появление вообще в алкогольном опьянении, в общественном месте. То же самое, ну, здесь мы уже говорим, в первую очередь, о тех тяжких последствиях, которые получает пешеход как самый незащищенный участник дорожного движения. Те травмы, они, конечно, несовместимы ни с какими штрафами, ни с какой ответственностью и наказанием. Это жизнь и здоровье людей. Тут лишь бы человек остался жив. Совершенно. И поэтому мы еще раз говорим здесь, в этой связи, хотя мы говорим сегодня о пешеходах, но никто не отменял состояние самого водителя. Да, что человек пьяный за рулем – это сам источник повышенной опасности, это потенциальный убийца. Да, если мы говорим об автомобиле, он сам по себе источник повышенной опасности, но когда водитель находится за рулем источника повышенной опасности в состоянии опьянения, зачастую он не отдает себе отчет, раз уже он сел за руль в таком состоянии, то дорожную обстановку, как мы говорили в предыдущих программах, у него затупляется реакция, и зачастую он даже не понимает, куда он и для чего движется. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, в эфире программа «Тема дня». С вами сегодня Ирина Чекунова, мой собеседник Антон Афанасьевич Егорьев, начальник отдела ДПС, управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Сегодня говорим о дорожно-транспортных происшествиях с участием пешеходов. Напомню, что за 9 месяцев 2020 года на дорогах региона произошло почти 250, уже более 250 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, 34 человека погибли, и около 230 получили травмы. Антон Афанасьевич, если говорить об областном центре, о Твери, топ самых аварийно-опасных пешеходных переходов. Есть ли такие в городе? Да, к сожалению, есть у нас пешеходные переходы, которые вызывают особую тревогу. Часть из них уже, конечно, на основе опыта прошлых лет модернизирована. Приводится как в нормативное состояние, так и принимаются дополнительные меры по обустройству дополнительными элементами уличной дорожной сети. И, ну, хотелось бы отметить, те пешеходные переходы, это на проспекте Ленина, пешеходный переход напротив Политеха. На нем, как отмечалось в том году, так и в этом, большое количество наездов, 4 ДТП в этом году зарегистрировано. Это почему такое, что там много, большой поход людей, которые переходят, или в чем дело? Да, большая интенсивность движения пешеходов, Ну, и сама уличная дорожная сеть, конечно, 4 полосы движения, по 2 полосы в каждом направлении. Это очень высокоинтенсивное движение как и транспорта, так и пешеходов. Угу. Так, у нас один очаг аварийности. Что еще можем сказать об областном центре? Далее мы можем сказать, это пешеходный переход, нерегулируемый на пересечении Софьи Перовской и Дмитрия Донского. Но в этом году хочется отметить, что там будет установлен светофор, будет введено светофорное регулирование в целях исключения и минимизации таких ДТП. И сразу вопрос относительно установки светофоров. Это, опять же-таки, показывает жизненный опыт, да, где уже зашкаливает, что называется, количество дорожных и транспортных происшествий, там сама жизнь велит, да, устанавливает светофор. Совершенно верно. Именно анализируется та ситуация, те ДТП детально разбираются, причины произошедших наездов, и уже принимаются меры, выходит с инициативой госинспекции в адрес собственника дороги, в адрес администрации города Твери с предложением о введении дополнительных мер, определенные, конечно, финансовые затраты по принятию дополнительных мер. Ну, здесь финансовые затраты, конечно, относительно человеческой жизни, они ничто, да? Антон Афанасьевич, о каких дорожных пересечениях, дорогах Твери мы еще должны сегодня предупредить как пешеходов, так и водителей? Вот два назвали, да, таких вот таких опасных участков? Соответственно, 50 лет октября, улица Туполева, опять же, Софь-Перовская и дальше, которые на пересечении с трудолюбия, также аварийно-опасные участки, которые фиксируются и отмечаются периодическим совершением ДТП, именно связанных с наездами пешеходов. Повторюсь, что именно опасность представляет наибольшую, это нерегулированные пешеходные переходы, которые пересекают проезжую часть, где четыре и более полос. Это мы сейчас говорили об областной столице, что мы можем сказать о районах области, которые, где наиболее опасны? Наиболее опасны, конечно, в крупных населенных пунктах, как я уже сказал, в этом году у нас отмечается общее снижение количества наездов на пешеходов, в том числе снижение количества ДТП на пешеходных переходах, но, тем не менее, такие крупные населенные пункты, как Ржев, Доржок, в них отмечается высокое, большое количество ДТП, связанных с наездами пешеходов. Ответственность, давайте поговорим об этом, ответственность водителей за непредоставление преимущества пешеходов? Да, кодексом в административных правонарушениях предусмотрена ответственность. Статья 12.18. Штраф на водителей предусмотрен от 1,5 до 2,5 тысяч рублей за непредоставление преимущества движения пешеходам. Соответственно, у пешеходов также есть соответственность за нарушение требований ПДД при пересечении проезжей части. Пешеходы тоже, да, предусмотрены штрафы, если человек нарушают? Да, совершенно верно. Штраф в размере 500 рублей пешеходу предусмотрен, либо предупреждение, если в первый раз происходит нарушение. И если он переходит дорогу в неустановленном месте, еще раз скажем, да? Да, требованиям ПДД четко определены, как должны двигаться пешеходы. Раздел 4. ПДД, то есть определено, что должны переходить по пешеходным переходам, двигаться по тротуарам, белые пешим дорожкам, но пересекать проезжую часть необходимо либо по пересечению проезжих частей по линии тротуаром, либо, если они отсутствуют, то под прямым углом по этой же части. Профилактика. Вот то, что вы сейчас говорите, это мы уже, что называется, профилактируем дорожно-транспортные происшествия. Насколько часто сотрудники госавтоинспекции выходят на улицы, беседуют с людьми, и в чем здесь заключается профилактика, какая работа проделана? Ну, обращают внимание ежедневно, ежечасно сотрудники ДПС, несущие службу на дорогах на пешеходов. Соответственно, не всегда, вернее, и нет такой позиции, стремления привлечь к ответственности пешеходов. В первую очередь, хотелось бы разъяснить им и объяснить, особенно пожилым людям, как безопасно переходить проезжую часть. Еще раз повторюсь, у нас проводятся и специальные мероприятия, специальные рейды, направленные на как предотвращение, связанное с наездами на пешеходах на пешеходных переходах, так и на профилактику нарушений ПДД со стороны самих пешеходов. Тут, наверное, внимание обращается и на то, что человек, когда он выходит на проезжую часть, должен внимательно смотреть на саму дорогу, как вот учили, да, смотришь, с какой стороны идут машины, все ли машины останавливаются, чтобы вовремя избежать, и, естественно, человек не должен быть в наушниках, не должен слушать музыку, да, еще одевает очки, еще в темное время, в суток он в черном капюшоне, его совершенно незаметно, и он сам не понимает, что творится вокруг. Да, еще можно добавить, еще, наверное, наличие телефона в руке, когда он пользуется гаджером. А, вот сразу же идет, да, он в телефоне, он не обращает внимания. В телефоне, в виртуальном мире, конечно, правилами дорожного движения предписано, что даже при пересечении проезжей части по пешеходному переходу, пешеход должен убедиться в том, что ему предоставляют преимущества движения со стороны водителя. Потому что нередко бывает, что одна полоса останавливается, а крайняя другая полоса, да, продолжает движение, как часто бывают, да, наезды? Это очень часто бывают такие наезды. Напомню всем, наверное, водителям, в первую очередь, о том, что правилами дорожного движения разделом 14 правила проезда перекрестков пешеходных переходов указано о том, что в случае, если транспортное средство, движущееся в попутном направлении, при приближении к нерегулированному пешеходному переходу снизило скорость или остановилось, то водитель, движущийся в том же направлении, должен принять все меры, вплоть до остановки, чтобы убедиться в том, что пешеходный переход свободен и безопасен. Кстати, статистика какова? Кто чаще все-таки в этой ситуации, когда у нас противостояние такое пешеход-водитель нарушает правила? Это сам пешеход или все-таки водитель? Ну, здесь по нарушениям можно сказать о том, что нарушение усматривается у всех. Все двигаются по городу, наверное, видят, как и водители не предоставляют преимущество пешеходам при пересечении по пешеходному переходу, так и пешеходы у нас игнорируют, как и знаки светофора, не дождавшись разрешающего сигнала, переходят в проезжую часть, вроде как машин нет, а также переходят в неустановленном месте при наличии в зоне видимости пешеходного перехода. У нас, наверное, отдельная категория – это дети возле школ, которые часто заиграются, выбегают на улицу, не замечают, что это уже опасно и что там движется машина. Здесь какая профилактическая работа и что можно сказать родителям и учителям? Здесь бы хотелось обратиться как к родителям, к учителям, так и водителям транспортных средств. Соответственно, все образовательные учреждения у нас оборудованы соответствующими предупреждающими знаками о том, что они въезжают в ту зону, где могут появиться дети на проезжей части. И уделять в связи с этим особое внимание при управлении транспортным средством. А водителям, родителям, педагогам хотелось бы лишний раз напомнить о том, что когда дети отправляются в школу, возвращаются со школы, необходимо проводить так называемые пятиминутки безопасности детям по безопасному маршруту домой, в школу и обратно. На многих магистральных улицах установлены пешеходные ограждения. Я помню, сколько за это бились, чтобы оградить каким-то образом несанкционированный, скажем так, выход пешеходов на проезжую часть. Насколько это помогает сейчас? Это помогает достаточно серьезно. Имеются у нас, конечно, индивидуумы, те, которые, невзирая на ограждение, мудряются его перелезть, пересечь проезжую часть и еще раз перелезть. Но в большинстве случаев это, конечно, дисциплинирует пешеходов. Они двигаются до того разрешенного места, где безопасно можно пересечь проезжую часть. Безусловно, они оказывают очень большое влияние и отмечаются на тех участках, где они установлены на ограждение, на снижение ДТП. Ведь ограждения тоже не просто так появились на этих участках, а это все, где было большое количество дорожных транспортных происшествий. Да, на основе анализа, на основе планомерной работы вносились предложения и, соответственно, были реализованы те моменты. Приборы автоматической фото-видео фиксации административных правонарушений как часто помогают вам фиксировать факты непредоставления преимущества пешеходам? На территории областного центра у нас установлены камеры, которые работают в автоматическом режиме по фиксации именно нарушений, связанных с непредоставлением преимущества движения пешеходам. Ежедневно такие камеры фиксируют нарушения. За этот год вот этими камерами на территории областного центра у нас функционирует шесть таких комплексов. За девять месяцев вынесено более семи тысяч нарушений, связанных с непредоставлением преимущества пешеходов. Семи тысяч. Это только камеры. Кстати, профилактическая вот эта работа, она как-то вот, как мы говорили первоначально, что пристёгивайтесь ремнями безопасности. Вроде приучились, да, люди? Вот как-то о культуре дорожного движения мы говорим, вроде немножечко всё сдвигается в лучшую сторону. Здесь тоже как-то закладывается культура поведения водителя относительно пешехода и наоборот. Однозначно также у нас проводится анализ по тем местам, где вносились предложения и установлены камеры фото-видео фиксации. Отмечается практически стопроцентное сокращение ДТП, связанных с наездами на пешеходов. Они очень сильно дисциплинируют водителей. Не сразу, но после того, как их установили, постепенно, со временем, количество нарушений становится меньше. Не так давно в Твери на улице Советская произошёл наезд на женщину на пешеходном переходе. В результате этого дорожно-транспортного происшествия женщина скончалась. Кто был виноват, если можно, на несколько слов? Какие факторы способствовали совершению трагедии? Да, 6 октября в районе 12 часов на улице Советской, в районе дома 18, водитель женщины 92-го года рождения, управляя транспортным средством «Ситроен», при приближении к пешеходному переходу не предоставила преимущества движению пешеходу женщине 58-го года рождения, совершила на неё наезд, и в итоге, к сожалению, женщина погибла. Здесь, как мы уже говорили ранее, как раз сыграл тот фактор, что в левой полосе по ходу движения водителя транспортные средства остановились, Тот самый классический вариант? Тот классический именно вариант. Водитель в своё время не смог увидеть пешехода, выходящего из-за транспортных средств по пешеходному переходу, и в результате произошёл наезд. Давайте мы ещё раз напомним нашим радиослушателям, где можно приобрести приборы, так называемые, светоотражающие, чтобы человека в тёмное время суток, к сожалению, мы сейчас ходим в зиму, когда было заметно на дороге. Это магазины, это же, что называется, свободные продажи. Свободные продажи практически во всех сетевых супермардах продаются светоотражающие элементы. Стоят они не так много, но с учётом их эффективности, использования их на одежде, особенно у детей сейчас даже одежда уже продаётся с сшитыми светоотражателями. Это, конечно, очень сильно помогает водителю увидеть в тёмное время суток, в условиях недостаточной видимости, всё временно обнаружить пешехода и принять все меры к избежанию наезда. Мы часто сталкиваемся и с так называемыми наездами на велосипедистов, которые, возможно, не зная правила дорожного движения или игнорируя их, пешеходные переходы, вернее, какие-то перекрёстки проезжают на велосипедах. Что мы должны сказать, что в первую очередь нужно делать велосипедистам? Уже неоднократно обращалось внимание о том, что, соответственно, правилами дорожного движения при пересечении пешеходного перехода велосипедист должен спешиться и пешком перейти в проезжую часть, ведя за руль велосипед. Связано это, в первую очередь, с тем, что, внезапно выезжая на пешеходный переход, возможно, из-за каких-то ограниченных устройств, которые ограничивают обзорность водителя, он становится неожиданно появляется. У него, как правило, скорость выше, чем у просто идущего человека. И, соответственно, есть такие случаи, когда происходят такие наезды. Хочется отметить, что в этом году у нас значительно уже сократилось. Сотрудники ГИБДД ежедневно, работая с данной категорией граждан, с велосипедистами, уже приучили. Даже делая замечания, когда велосипедист только собирается пересечь пешеходный переход, не спешиваясь, соответственно, все уже практически знают, что нужно слезть и спокойно перейти. Ну, дай бог. По-вашему, что необходимо изменить в инфраструктуре нашего города, чтобы вот таких трагедий стало меньше с участием пешеходов? Чтобы было и комфортно водителям, и комфортно пешеходам, и чтобы не боялись люди? Речь одно время шла о сооружении в областной столице, так называемых подземных, надземных, возможно, переходов. Необходимы ли они, или здесь мы можем обойтись теми самыми умными светофорами? Ну, что касается надземных и подземных переходов, здесь, наверное, особенность нашей столицы региона, можно сказать о том, что зачастую плотная застройка не позволит этого сделать, и те магистральные крупные улицы просто отсутствует возможность. Здесь именно приходят вот такие инженерного характера мероприятия, это связано, как мы уже говорили, да, со светофорами, выделение отдельных фаз для пешеходов в целях разделения транспортных и пешеходных потоков. Это оборудование искусственных неровностей на нерегулируемых пешеходных переходах и приближения к ним. И, в первую очередь, конечно, это не комфортность управления, не комфортность и скорость проезда каких-то перекрестков, а именно безопасность, в первую очередь. Это к тому, что мы говорили, когда в рамках национального проекта, да, безопасные и качественные дороги у нас улучшается качество самих дорог, то водители забываются и не снижают скорость движения. И зачастую страдают те, кто передвигается по улице пешком. Да, еще раз хотелось бы обратиться. Ко всем, как водителям, так и пешеходам, помнить о том, что пешеход – это самая незащищенная часть дорожного движения. Водитель находится в автомобиле, управляет автомобилем, а пешеход переходит, так же часть пешком, и отвергает себе опасности. Если мы говорили о светоотражающих элементах одежды, сейчас достаточно тот же город Тверь освещен, чтобы видеть друг друга на дороге? И какие пожелания, может быть, городским властям или тем, кто отвечает за это? В целом, конечно, город у нас освещен. Госавтоинспекции также в рамках контрольно-надзорных полномочий контролируется исправность уличного освещения. Своевременно, можно сказать, что в рамках рабочего взаимодействия происходит обмен информацией о том, где произошло какое-либо отключение, где не работают фонари уличного освещения, особенно на участках, где есть пешеходные переходы. Своевременно принимаются меры, администрация довольно-таки адекватно на это реагирует и своевременно устраняет те недостатки. И на время эфира подходит к концу. Антон Ванасьевич, пожалуйста, главный совет участникам дорожного движения от вас. Главный совет, в первую очередь, хотелось бы обратиться к водителям транспортных средств, еще раз напомнить, освежить, наверное, в памяти правила дорожного движения, касающиеся проездов, пешеходных переходов, помнить о том, что пешеход – это самый незащищенный участник дорожного движения, быть внимательным, не отвлекаться на разные гаджеты при управлении транспортными средствами. Все это мы видим, это происходит. Помнить о том, что дома ждут всех, как и пешеходов, так и водителей. Спасибо огромное за участие в нашей программе. Напоминаю, что сегодня у меня был в гостях Антон Афанасьевич Егорьев, начальник отдела ДПС управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Спасибо, будьте здоровы, всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.